здравствуйте дорогие друзья с вами бамбу и сейчас я буду делать обзор на вот эти две флейты размерностью 2.4 сяку они такие вот если так скажем смотреть поверхностным взглядом то такие практически близняшки сделаны из бамбука гома бамбука высохшего на корню но вот если начать присматриваться к ним то они ну так скажем достаточно разные и по ну какой-то структуре по форме значит корней по количеству бамбуковых колец и даже они отличаются по длине то есть вот примерно на полтора где-то на полтора сантиметра отличается вот и но в целом это вот размерность 2.4 сяку и по европейской тональности это высота тона нижнего звука ля значит я собственно впервые делаю такой вот именно обзор такого свойства и цель его как раз таки спросить вас что вы ощущаете что вы будете ощущать вот этих флейт вот насколько они покажутся вам разными или наоборот одинаковыми и насколько вы будете отдавать какое-то предпочтение конечно вот я какую-то информацию уже вот в самом начале начал давать о них об их различии возможно что если бы я этого не описывал то было бы более такое ну восприятие в сторону что они одинаковые вот но на самом деле это все флейты довольно сильно отличаются вот включая даже ну самый-самый стандартный если они сделаны из бамбука то как бы даже среди них есть все равно какие-то вот такие может быть маленькие но отличие а уж джинаши или хо чику здесь разнообразие гораздо больше сразу скажу что флейты не разыграны вот они сейчас холодненькие то есть мы их сейчас в процессе так скажем пройдемся по и построю по всему вот значит начнем вот с этой флейты она была первая сделана первое так скажем готова вот еще один момент различия это то что вот это флейта так скажем бамбук по которым которым мы сейчас будем смотреть он потяжелей по плотней это более такой более легкий более такой воздушный так вот а значит по общему звучанию а СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит музыка Ну, я тут подглядываю в тюнер, но, как по специальному закону, батарейки сели, поэтому сейчас воспользуюсь таким тюнером, который в смартфоне. Ну, в общем, это для наших целей вполне достаточно такого тюнера. Вот. Собственно, я использую вот такой. Карл тюнер называется. Если кто играет или хочет сверять какие-то свои, так сказать, звуки с тюнером, вот один из очень вполне хороших для духовых инструментов. Вот. Сейчас наиграю на другой флейте. Немножко. Звучит музыка. 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 Обе флейты чуть-чуть выше ля идут, но это на плотном выдувании. То есть фактически что это даёт? Это даёт как раз возможность, ну так скажем, играть с другими какими-то инструментами, то даёт возможность этого вот сочетания, потому что у многих не получается выдувать ту тональность, которая предназначена для флейты Сикухати, потому что нужна определённая плотность, и как только, точнее, если эта плотность не выработана, а вырабатывается она, как правило, годами, то просто инструмент не дотягивает, хотя он и настроен на правильную частоту, так скажем. Вот. Ну и вот надо учитывать, что это флейты в данном случае вот они холодные. Это опять-таки это свойство разыгрывания инструментов из бамбука, из натуральных материалов. Конечно, и сам человек разыгрывается, но и к материалу это сильно относится, потому что это даже в технике, то есть, например, там цифровое устройство, какой-то синтезатор, он сразу включается и даёт ту тональность, какую нужно, а какие-то там аналоговые, они имеют свои особенности. То есть, им нужно внутреннее разогревание, да, то есть, и это тоже учитывается. Вот. Значит, ну, не знаю, вот интересно будет услышать ваше мнение, вот, наиграл на этой, на той, на этой и на этой флейте, да, какие особенности, что вы почувствовали. Ну, давайте вот продолжим, так скажем, я поиграл просто общее какие-то, общее какое-то состояние, настроение, и немножко поиграем просто по пентатонике, такой вот мелодизм. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Это флейта, которая первая, с таким более плотным бамбуком. Ну, и то же самое на этой флейте. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА